Всем привет! Вы слушаете четвертый выпуск подкаста о разработке ПО и его окрестностях, SDCast. С вами я, КС Даймон. И сегодня у меня в гостях Андрей Яманов, JavaScript-разработчик, один из организаторов встреч Moscow.js. Андрей, привет! Привет! Ну, вначале, как всегда, расскажи пару слов о себе, может быть, я чего-то там очень кратко рассказал, может, ты что добавишь, дополнишь. Ну, а если брать помимо разработки и организации Moscow Jazz, которые ты уже упомянул, я еще увлекаюсь ритм-играми, вокалом, играю на разных музыкальных инструментах. Ну, не очень это все хорошо, конечно, но так, увлечения такие. Знаешь, сразу напрашивается фраза, что талантливый человек, талантлив во всем, вот. Что ж, это здорово. Ну, про игры... А что ты сказал про игры... Ритм-игры. Это что такое? Ну, такие вот типы игр музыкальных. А, музыкальные, вот. Даже, честно говоря, ни разу не слышал. Это, может быть, в двух словах расскажу. Слышал, какие-нибудь Guitar Hero известные. А, ну да, все, это, конечно, знаю. Ну, Guitar Hero, конечно, я не люблю особо, но, тем не менее, других очень много. Менее известных, может быть, широко, но более известных это в тусовке. Понятно. Людей, которые этим увлекаются. Понятно. Ну, ладно, все-таки у нас подкаст о разработке. Да-да-да. Давай немножко про эту тему. Ну, скажи, вот, ты все-таки, как бы, только JavaScript. Как давно ты вообще... Как ты пришел в разработку? Это тоже такой вопрос, потому что, ну, интересно узнать. То есть, есть люди, которые, там, знаешь, профиль, ну, там, с детства, так сказать, уже все, целенаправленный институт по специальности. А кто-то там, значит, какой-нибудь заборостроительный институт, и тут вот раз его осенил, и он пришел. Вот. Какая история была у тебя? Ну, у меня как-то странно с этим все начиналось. Первую программу я написал примерно во втором классе на Basic. У меня мама по специальности программист по основной. Вот. И она мне немного показала, как на Basic простые вещи делать. Вот. А дальше я просто сел за документацию, которая была на английском, в котором я ничего не понимал. Вот. И пытался какие-то вещи делать. У меня это очень-очень плохо получалось, и я периодически это забрасывал. Вот. А, ну, в школе я писал на QuickBasic, на Pascal. Участвовал там в конференции разработчиков. Уже во времена школы. Ну, там такие конференции, айтишные тематики просто. Они... Там мультимедиа-проекты были, разные программы, игрушки разные приносили. Вот. И мы там участвовали три года, по-моему. Я взял второе место за игру на Pascal написанную. И первое место за мультимедиа-проект. Это мы сделали 3D-ролик. Полторы-две минуты, где-то шло что-то в этом роде, посвящённый годовщине Второй мировой. Ух ты, слушай, ну просто очень здорово. Прям... У меня была более скудная, конечно, школьная жизнь. Я тоже, конечно, программировал на Basic. Что самое смешное, наши старшие поколения, они делали вещи намного более захватывающие. Вот. Я сейчас рассказываю. На самом деле, люди, которые были до нас за 3-4 года, там, за 6 лет до нас, они делали просто невероятные вещи. И я себя лохом просто по сравнению с ними чувствовал. Это одна из причин, по которых я серьёзно программированием не стал заниматься. Потому что мне было стыдно, что у меня ничего не получается. Вот. А вот в веб-разработку... Мне хотелось сайты делать. Где-то примерно в шестом классе ко мне пришло такое желание. Вот. Но я ничего абсолютно не знал. То есть одно дело на Pascal'е программу писать, другое дело в вебе. Вот. А тогда дела обстояли довольно плохо. Там, интернет-эксплорер 5.5 был. Нацкей был. Вообще, это весь веселый аппарат. Ну, понятно. Начало, так сказать, когда всё это только-только начало хоть как-то набирать обороты. Да. Я выпросил у брата, который, по-моему, на тот момент уже в Москву перебрался учиться. Выпросил у него книгу по HTML. Вот. И он мне её принёс. Ну, у него, как я понял, не было уверенности в том, что я буду это изучать. Ну, к счастью, он мне её привёз. Это HTML 4.0 такая большая книжка. Я думаю, многие её видели, встречали. Вот. Я не помню, к сожалению, точного названия. Вот. И она у меня, честно, не сохранилась. Я её кому-то таки отдал. Вот. Я её читал просто от начала. Доходил до места, где мне непонятно. Начинал читать сначала. И так, ну, перелистывая абсолютно очевидные места. И так, наверное, раз в 12, пока до конца не дошёл. Вот. Параллельно экспериментировал, что-то пытался делать. Вот. И стал пытаться делать сайт. Вначале на DHTML, если я правильно помню, который инклуды поддерживает просто. Потом я начал немного ковыряться в PHP. Формы там всякие были, скрипты там и подобное. Вот. И потихоньку-потихоньку начал, собственно, осваивать PHP. Вот. Тогда это был PHP 3. То есть никакого там ООП нормального. Ничего такого. Всё очень примитивно. Вот. И, ну, что-то я на нём написал. Я написал, собственно, 3 сайта. Там форумы были. Кстати, тоже от инъекций. И долго избавлялся различных. Люди там были весёлые. Взламывать любили. Ну, форумы взломать — это же святое делка. Да, святое. Поэтому ко мне приходили и пытались сломать. Но в итоге я защитился там где-то, наверное, 5 или 6 проверок было хороших. Всё отлично было. Потом написал каталог дисков. Вот. У нас в комьюнити, собственно, ну, передача дисков была между членами. Вот. И я такую базу данных сделал, где каждый человек мог написать, ну, зайти, тыкнуть галочку и сказать, что такой вот диск есть у меня. У меня была полная база. Я попросил. Вот. И, соответственно, когда кому-то передавал, можно было зайти и сказать, типа, теперь этот диск у меня. И можно было всегда смотреть, у кого что лежит. Очень удобно было. Вот. Ну, потом я это дело всё бросил, там, учёба. По специальности я пошёл в Губкино, то есть не связано с программированием. Мы там немного Дельф, конечно, учили, но это всё ерунда на электромеханика. Я, собственно, учился и закончил. Вот. Относительно успешно. Вот. Но уже примерно на четвёртом курсе понял, что у меня, на самом деле, душа к этому не лежит. Вот. Один мой знакомый... А, вначале мне предложили идею сайта одного. Тоже это из нашего комьюнити, как раз с ритм-играми связано. И я загорелся, я решил, что да, я, наверное, смогу это сделать и знаю, как это сделать на ПХП. Я ничего не помню, но я должен суметь это сделать. Вот. И я стал писать парсеры, которые нужны для этого сайта. Ну, для бизнес-логики, для внутренней. А потом один мой друг, мы когда с ним это обсуждали, он говорит, что на самом деле существуют так называемые фреймворки, которые позволяют ускорить создание сайта существенно. Да. Вот. Скафолдинг и тому подобное. То есть, идти по совету мне кейк PHP изучить. Вот. Я не знаю, насколько это популярная вещь, непопулярная была в те времена. Вот. Она была довольно узкоспециализированной. Вот. Но у ARM-ка там была довольно мощная. То есть, она простая, она, конечно, неуклюжая. Вот. Но довольно сложные вещи можно было делать уже. Вот. И сайты, и магазины, и тому подобное. Это все на нем делалось довольно быстро. Мне это безумно понравилось. Я увидел, что программирование может быть не только страданием, которое у меня обычно получалось. Вот. Когда ты бьешься-бьешься, пытаешься написать лучше, чтобы это работало, не содержало инъекции, еще что-то. А можно просто вот сесть, взять фреймворк и, получая удовольствие, просто писать, описывать, что тебе нужно и получать готовый продукт. Вот. Мне это безумно понравилось. Мне понравилась эта сама идея. Ну, инкапсуляция, когда мы можем какие-то... Ну, абстракции, инкапсуляции. Мне это очень сильно понравилось. Я начал писать какие-то свои даже библиотеки и тому подобное. Вот. И вот с этого у меня толчок большой пошел. Я, закончив универ, я уже написал два сайта неплохих. Вот. И устроился на работу. Еще даже не заканчивая универа. Уже на постоянную. Вот. Два года проработал PHP-программистом. Потом, где-то примерно после одного года, я очень сильно заболел JavaScript-ом. Вот. Потому что я хотел реализовать некоторые идеи. У меня была, ну, глобальная идея написать свой Facebook. Ну, шучу, конечно. Вот. Но я хотел сделать один инструмент. Я понял, что без JavaScript-а, на самом деле, ничего не получится. Это основная вообще вещь. И после того, как я понял, насколько этот язык, на самом деле, красивый, что там есть замыкания, вообще, какие фишки можно с помощью него делать. И мне очень понравилось, что на нем, ну, можно DSL-и различные составлять, то есть язык в языке, свои собственные такие фреймворки. Ну, это как метафреймворк такой получается. Вот. Ты можешь свой собственный язык создать на основе этого. Вот. И свои фреймворки написать или еще что-нибудь. Вот. Меня это сильно захватило. Я целый год активно изучал JavaScript. На работе, не смотря на то, что я по программистам работал, я очень солидную часть. Ну, по сути, я очень много JavaScript-ом занимался. Баги по системе закрывал. Две трети, наверное, с JavaScript-ом связаны. Ну, с фронтендовской частью. Вот. Я очень быстро развивался в этом направлении. И, наконец, там я писал админку. В админке очень много уже JavaScript-а было. Там форма очень сложная, с различными условиями. И на этом натренировался существенно. Вот. Потом... У меня... Ну, я поменял работу и уже пошел на фронтенд-разработчика. Вот. Так получилось, что сразу я стал ведущим фронтенд-разработчиком. Ну, так как единственным. В компании. Вот. Сейчас уже на строе фронтенд-разработчиков. Вот. Ну, вот за... Еще за два года работаю. Я уже считаю, что я хорошо развился. Очень многого узнал. Мы познакомимся с множеством фреймворков. Ну, тут, знаешь, это с одной стороны, да. А вот с другой стороны, тебе не кажется, что вот, если сравнить, скажем так, скорость развития технологий, то вот там, то, которое она была раньше, какая она сейчас, это просто лавинообразный какой-то рост. То есть, вот то, что там, если раньше там, ну, условно там я утрирую, но один фреймворк в год, ну, какая-то там технология, они так, ну, немножечко, да. А сейчас просто вот ты соснул, проснулся на следующий день, все, уже вышло, что, все, там этот гранд-галп, фигалп, все это вот, и уже, так сказать, технологий больше, и надо как-то за ними, уже не успеваешь даже, наверное, особо следить. Вот, как ты считаешь? Ну, у меня на самом деле такое, есть к этому отношение. С одной стороны, это как бы и хорошо, и плохо одновременно. Вот. Хорошо, что, ну, есть некая конкуренция, да. Очень много разработчиков занимаются тем, что продвигают технологии, да. Они пытаются создать инструменты, которые лучше, быстрее справляются с задачами, вот. Это все прекрасно, вот. А плохой момент в том, что, ну, допустим, если я создаю проект, ну, у меня там не 100 разработчиков в команде, да, а, скажем, 2-3 разработчика, мы создаем крупный проект. Ну, то есть он не требует большого количества разработчиков, но он крупный. Крупный в том плане, что он большой, его надо поддерживать, там, несколько лет подряд. И когда мы берем текущие инструменты, вот, даже мы потратим кучу сил, мы сели, изучили все самое последнее, все самое нужное, решили, как мы будем это делать, все создали за полгода, вот. И через полгода возникает такой вопрос, что все инструменты, которыми мы пользовались, они обновились. Вот, и, ну, вот хороший пример Bootstrap, наверное. Вот, несмотря на то, что Bootstrap 2 существовал довольно долгое время, вот, для меня это было как тьфу просто. Вот, я практически не заметил, я успел его немножко потрогать, как вышел третий. Вот, но не то, чтобы потрогать, я на нем, на самом деле, три проекта сделал, вот. И когда, как бы, уже третий появился, там, причем, какие-то, по-моему, существенные изменения были, вот. Ну, там есть некоторые, насколько я тоже помню, ну, обратно, ломающие обратно, совместимость изменения. Вот, и я понял, что если мне предстояло бы переделывать, ну, проект старый на третий Bootstrap, то у меня возникли бы сложности. С другой стороны, технологии, они, они всегда взаимосвязаны, да. Если там, допустим, Bootstrap обновился, да, допустим, у Angular, там, Angular UI обновился, который с Bootstrap'ом связан, с jQuery UI связан, вот. Вот, и когда я хочу какую-то штуку обновить, мне часто нужно обновить еще ряд библиотек сопутствующих, вот. И это может превращаться в натуральный ад. То есть, когда каждые несколько, там, месяцев тебе нужно какое-то обновление производить. Очень много сил уходит просто на, ну, на актуализацию кода, так скажем. Это даже не рефакторинг, а просто актуализация. Да, я с тобой согласен. Ну, кстати, вот по поводу тоже вопроса, знаешь, мне кажется, это из Ruby вот очень такой показательный, когда там ставишь какой-нибудь GitLab, и он там вот 111 гемов, и они там все разных версий, вот он все оттуда тащит, это такие, а это компилируем, а это только, о, это ужас. И вот вроде как, с одной стороны, хорошо, чтобы много разных каких-то маленьких там библиотечек, да, но, с другой стороны, действительно, они, ну, не пишут весь функционал у себя, и поинкапсулируют какие-то другие внешние зависимости, и это действительно превращается вот в такую просто монстра, который надо обновлять. Собственно, вот всякие там Бауэр и прочие инструменты пытаются как-то решать эти проблемы. Вы у себя какие используете, вот, методологии обновления этих вещей? То есть, какие-то хоть инструменты? Хотя, ну, на мой взгляд, серебряной пули нет, они все, в любом случае, что-то придется делать руками, это вообще без этого никак. Ну, вот пока ты упомянул проблемы, я могу рассказать про NPM. Нем, если, допустим, ничего не трогать, зафиксировать все версии, но если где-нибудь найдется в зависимости от одной библиотеки, у которой зависимости не зафиксированы, и какое-нибудь обновление, ну, тупо версия поменялась где-то, у какой-то в зависимости, оно ломает, и оно каскадом ломает вообще все. И это очень опасно, потому что мы все версии зафиксировали, мы ожидаем, что если я сейчас перейду и поставлю эту систему на другом компьютере, там все будет работать точно так же. Но на самом деле нет. И чтобы это все обойти, нужно там придумывать NPM, ну, кэш, то есть промежуточное. Ну, я не знаю, как это называется, честно говоря. Ну, а-ля прокси сервера, кэш как бы. Который у себя хранит уже все, что нужно, чтобы иметь возможность, ну, с него скачать какие тебе нужны зависимости. Который гарантирует, что зависимости скачаются именно те, которые нужны. Вот. Мы пока такую штуку не сделали, но мы хотим ее сделать обязательно. У нас такая вещь есть для питона, вот. Хотя там как раз-таки эта проблема намного меньше. Вот. Ну, pip имеется в виду. Вот. Ну, то же самое хотим для NPM сделать. Вот. Что касается средств, которые мы используем. Ну, Bower NPM это понятно. Как бы сейчас сложно куда-то от этого уйти. Вот. Мы используем грант, вот, с собственной системой модулей. Ну, то есть там, точнее, с собственной системой зависимости, вот, которая нам это говорит, в каком последовательности у нас JavaScript говорится, в каком стиле, какие у нас шаблоны, какие у нас скрипты для тестирования. У нас используется грант для того, чтобы это все координировать. Вот. Вот. И сейчас как раз-таки мне дали зеленый свет на то, чтобы я переписал с гранта на галп. Вот. Вот. Ну, это вообще не маленький грант файлик, так скажем, да? Он хоть и, по-моему, строчек 300 всего, но... или сколько сейчас... ой, нет, к сожалению, не могу сказать. Нет, точно не 300 больше намного. Вот. Но он вот эту систему зависимости к себе тянет, которая тоже довольно большая. Там много логики, много костылей и тому подобное. То есть грантовские плагины, да, наверное, как любые плагины сейчас, они не отличаются высоким качеством. Вот. И некоторые вещи в них приходится доделывать. Многие модули нам приходится делать маленькие форки, временные, до того, как эти исправления не придут и тому подобное. Вот. Основной проблемой в гранте у нас был... Ну, я считаю, основной проблемой это грантовский воч. Он... Ну, то есть, если я хочу сделать несколько вочей, вот. Мне приходится это координировать, собственно, в разные процессы отправлять. И связь с основным процессом, который все координирует, она теряется. Если у меня что-то изменилось в системе зависимости, да, где-то модуль добавился или еще что-то, никакой воч мне это рассказать мне об этом не сможет по-нормальному. Он в своем процессе этим занимается. Он может какие-то действия сделать, там, откомпилить что-нибудь, но сказать главному процессу о том, что что-то изменилось и надо, там, какую-то глобальную логику... Ну, что-то дальше обработать. Да, применить. Он этого не может... Разумеется, это можно все обойти, но это уже... Это сильно идти против структуры гранта. Вот. Мне показалось это очень тяжело. Тем более у меня здесь в гранте присутствует такая вещь, как генерация задач, что хоть и возможно для гранта, но не очень ему свойственно. То есть, когда в галпе я могу просто, ну, создать какую-то команду, сдать ей опции и выполнить, ну, внутри пайпа, вот. То здесь мне нужно сначала как-то сконфигурировать, а потом в очередь засунуть задачу. Вот. Еще одновременное выполнение в галпе намного лучше сделано. То есть, там все задачи выполняются параллельно до тех пор, пока это вообще возможно. Это очень красиво, как мне кажется. Ну, вот, собственно, на последнем Mosco.js, да, ведь был доклад, товарищ, я сказал, как раз. Да, доклад. Он говорит о параллельности, про виртуальную вот эту систему, которая ускоряет немножко. Ну, этот доклад, на самом деле, был очень поверхностный. Ну, да, он был, конечно, очень общий, но тем не менее. После того, как я закончил работу по миграции, возможно, я подготовлю доклад, который, собственно, описывает вот переход. То есть, какие плюсы, что изменилось и как, ну, что лучше стало, что хуже, сколько времени заняло и тому подобное. То есть, может быть, будет интересно. Ну, безусловно, безусловно. Статью об этом я по-любому напишу, по поводу доклада пока не уверен. Все-таки это может очень сильно затянуться, как мне кажется. Вот. А у нас доклады все-таки довольно короткие должны быть. Ну, в общем, будет видно. Будем ждать. Понятно. Слушай, ну а какие, так сказать, вот там фреймворки, что вы у себя используете? Если, коли уж мы поговорили об инструментах, которые позволяют там собирать все это, то что же, так сказать, они собирают? Из чего? Вот. Ну, в данный момент мы используем Angular. Angular, вот. До этого у нас была такая солянка из прототайпа, jQuery и из Sugar, по-моему, еще в последнем моменте. Вот. Сейчас у нас Angular и из тулзовой библиотеки Lodash. Lodash, кстати говоря, многие вот очень юзают, перешли, так сказать, на нее. Это же, насколько я помню, наследник Underscore, правильно? Ну, не наследник такой. Ну, не наследник, но ответвление фон, который как бы считается более там быстрым, более качественным, я уж не знаю. Более другим. Более другим, да. Но они, насколько я понимаю, совместимы, в общем-то, по интерфейсам. Ну, не сто процентов, но да. Ну да, просто в некоторых даже там Backbone, он говорит, что, пожалуйста, можете и Lodash прикрутить, то есть не проблема. Ну, Backbone очень, там, маленький кусочек использует от Lodash, так что все хорошо получается. К Angular мы пришли вообще довольно тяжело, я бы сказал, очень тяжело. Вот. У нас в промежуточный момент был Backbone. Вот. И большая проблема Backbone и подобных вообще фреймворков. Вот. Я рассматриваю, допустим, Dojo, есть такой фреймворк. Вот. Он на самом деле мне очень нравится. То есть, когда я его, я его последний раз видел год назад, я почитал документацию, мне он безумно понравился. Он настолько каноничный, что просто… Ты знаешь, вот ключевая фраза, прям каноничный, я вот сорвал, ну, мне кажется, она в точку описывает. Вот мне тоже, знаешь, такой он, во-первых, полный, то есть он охватывает многие разные аспекты, да, там, интерфейсы, модели, там, require, ну, все-все-все-все. Вот, ну, как тот же самый, там, UI, да, от Yahoo. Но в то же время такой он объектно-ориентированный, как мне кажется. Ну, то есть тут, опять-таки, там, вот кому что больше нравится, кто-то, конечно, никто, ничего, кроме там, jQuery, SpaghettiCode, ты и не видел, да? А вот Dojo, он такой вот строгий, то есть вот все по полочкам у него. Ну, вот я даже когда-то хороший комментарий на Хабре оставил, вот, как мне кажется. Я его сейчас попытаюсь немного перефразировано рассказать. На мой взгляд, я как раз, когда это читал, я впервые столкнулся с Angular, уже более-менее его изучил, и вообще очень пытался разобраться во фреймворках, читал очень много, что есть на рынке, потому что бэкбон у нас не поехал, и я хотел знать вообще, почему так произошло, почему мы не смогли использовать бэкбон эффективно, вот, мы же вроде как бы не совсем плохие разработчики, то есть должна быть какая-то объективная причина, почему все так плохо сложилось, вот. И я пришел к выводу, что если брать бэкбон, даже Dojo, то вот нам нужно сделать проект. У нас нет времени, вот, просто сесть и читать, да, но в случае с бэкбоном, вроде как бы, все очень позитивно. Прочитать код бэкбона, ну, вдумчиво, не больше четырех часов займет, вот. Многие люди справятся с этим, наверное, за полчаса, я так, в среднем говорю, что, наверное, вдумчиво где-то четыре часа. Ну, бэкбон, он все-таки, я вот тоже, насколько его корректно понимаешь, чистый бэкбон, сравнивать там с тем же самым там ангуляром или Dojo, это вот все-таки бэкбон, это очень маленький такой вот кусочек, он очень, очень, в нем много чего нету, таких каких-то, не только синтекс шуга, но и каких-то банальных простых там вещей, да. Ну, есть марионет и тому подобное. Ну, вот марионет, бэкбон с марионеткой уже все-таки что-то. Да, я о самой сути пытаюсь рассказать, что проблема не в том, на самом деле, большой, маленький или еще в чем-то. Dojo очень большой фреймворк, да, но у него та же самая проблема. Проблема заключается в том, что в этих фреймворках конкретную задачу можно решить очень большим количеством способов. И многие из них будут, ну, более-менее правильные, да. То есть, так можно сделать и так разумно делать, вот. Но огромное количество вариантов, как делать вообще, на самом деле, не стоит. Вот. И выбор правильного пути зависит, на самом деле, от очень большого количества факторов. И без опыта хорошего в этом разобраться практически невозможно. Да, есть какие-то good practices, но я посмотрел, вот, объективно, многие good practices, они просто не подходят к моему проекту, допустим. Да? То есть, мне нужно самому додуматься. Ты хочешь сказать, что вначале можно решить очень быстро задачу, но достаточно высокая вероятность того, что этот подход, да, может оказаться не совсем удобным в дальнейшем при развитии проекта, скажем так. Ну, то есть, получается, что у нас есть разные разработчики, да, у нас есть, и каждый разработчик еще в уровне растет постепенно, да, и его уровень, уровень разных разработчиков очень сильно будет влиять на качество кода, да. Да, безусловно. И не всегда, причем эта зависимость будет линейной, иногда, может, даже в обратную сторону, это очень такая рулетка, но проблема в том, что, действительно, каждый разработчик, видев весь этот простор и всю эту свободу, он начнет придумывать нечто свое, да, вот, вести какой-нибудь, найти самую простую задачку для бэкбона, да, и забить ее в Google и почитать, ну, кто как ее решал, да. Там наткнуться на одно и то же решение практически невозможно, вот, то есть, и получается, что каждая часть приложения, она написана абсолютно как-то по-своему, вот, но это я реально такое видел, вот, то есть, я пишу по-своему, другой разработчик пишет по-своему, это совершенно, ну, невозможно поддерживать, в итоге получается. Второй момент, что переиспользуемость кода, да, но ее на самом деле нету в данном случае, вот, то есть, не знаю, нужно какой-то дзен постигнуть, чтобы действительно раз за разом использовать одни и те же модели из проектов проекта или еще что-то. Ну, мне тоже кажется, что, вот, переносимость между проектами одних и тех же кусков, если это проекты, ну, скажем так, не связанные, да, между собой никак, то мне тоже кажется, что она очень мала, если вообще там не близка к нулю. Вот, ну, вот так получилось, что, когда я стал читать Angular, один из плюсов, который мне понравился, то, что количество, ну, сейчас количество решений определенной задачи, вот, оно вполне ограничено, вот, и, ну, может, это плохо, да, это много магии, какие-то ограничения со стороны фреймворка, более существенные, чем BookBone или Dojo или еще где-нибудь, вот, но при этом они позволяют раз за разом решать все более и более и более сложные задачи и примерно в одном и том же стиле, вот, то есть, тут намного проще договориться между разработчиками, как надо писать код. Второй момент, то, что код очень легко эволюционирует, то есть, вот здесь я написал все, засунул в контроллер, а вот здесь я уже взял и часть логики в модель вынес, да, а здесь я что-то расширил эту директиву свою, сделал ее более умной. Это все настолько прозрачно и просто эволюционирует само приложение, то есть, не приходится так, типа, ой, сейчас я это все в модель вынесу в BookBone, я бы начал все стирать, короче, из контроллера, потому что в контроллере это все по-другому совсем пишется, нежели в модели. А тут я могу, как бы, взять и аккуратно логику перетаскивать. Ну, просто по опыту это намного проще получается, вот, реально чувствуется именно эволюция, вот, а не так, что ты это переписываешь именно. Приятное ощущение. Вот, второе, с тестированием, как бы, очень хорошо получилось, что у Angular уже все было готово. Ну, на тот момент это было, был Jasmine плюс Karma, собственно, мы до сих пор это используем, несмотря на то, что они сами перешли уже на Protractor. Вот, у нас остался Jasmine, мы, в принципе, полностью довольны, только там очень большие проблемы из-за того, что это все старье, end-to-end тестирование очень тяжело производить. Вот. У Angular есть затычки, собственно, вот этот HTTP backend, по-моему, заглушка как раз-таки, вот, чтобы тестировать без сервера. Ну, это, в общем, Angular предоставил нам такой full stack, вот, решений всех наших проблем, грубо говоря, которые у нас возникали. Вот. При этом, конечно, Angular имеет свою специфику, кучу нюансов определенных, но, даже несмотря на это, плюсы, которые он дает, они настолько существенные, что мы решили его использовать. Вот. Хорошего в нем также dependency injection, который упрощает тестирование модулей отдельных, юнит-тестирования, когда я могу подменять существенности. Там в версии 1 Angular одна общая область видимости. Вот. Ну, во второй там не общая область видимости, но там уже нормальный инжектор, там тоже все очень просто с тестированием. Вот. Вот. Плюсом являются, ну, наделенные смыслом тимплейты. Вот. Для кого-то это, конечно, минус, когда логика в тимплейтах появляется. Вот. Но после того, как я этим попользовался, мне это начало очень нравиться. Вот. Оно очень интересным и таким эволюционным путем для HTML решает задачи связи различных, ну, директив внутри других директив. Вот. Нестинг задачи решает. В общем, огромный спектр задач решается очень просто маленьким количеством кода. Когда нужно сделать... Ну, и плюс читабельность и, так сказать, понятливость при перерывном взгляде. То есть, да, это очень быстро понять о том, что же тут происходит, и не надо сильно тратить там вникать. Пытаться понять, что же тут. Достаточно даже иногда можно контроллер не читать или директиву кода, а по шаблону уже очень огромный объем информации, можно понять. Вот. Так. Ну, хорошая модель у них — это ивентов, где бродкастинг есть, и мид. Угу. Ну, в принципе, подобные системы везде существуют. Вот. И, на самом деле, не так уж и часто им приходится пользоваться в Angular, что, кстати, очень хорошо. Вот. Но, тем не менее, такой механизм бывает очень-очень полезен. Еще у нас, кстати, был доклад про дом-шаблонизатор из базис Джесса, по-моему. Ну, да. Вот. И до этого нам про React рассказывали, еще про что-то. К сожалению, не помню на эту тему. Вот. Это, на самом деле, интересная тема. Дом-шаблонизатор. Дом-шаблонизаторы я сам писал еще, наверное, года три назад, когда эта тема была не особо популярна. Вот. Потому что стринг-шаблонизаторы тупо работали быстрее. Как там? Не пытайся. Вот. А сейчас эта тема набирает обороты. Ну, собственно, дом-шаблонизаторы — это такие шаблонизаторы, которые непосредственно создают дом-структуру и вставляют ее в общий дом, отрисовывают ее. Но самое главное, что они сохраняют ссылки между данными и содержимым этой структуры. Ну да, прямая связь, не надо каждый раз заново, так сказать, прогонять, заново рендерить, заново вставлять все это. Да, и когда данные меняются, то изменяется уже сама структура, вместо того, чтобы перерендовали. Кстати, подобным образом, на самом деле, ангуляр работает. Он тоже не пересоздает объекты, когда есть возможность. То есть он использует те же самые, но меняет их свойства. То есть он тоже старается один раз, вот первый раз при получении шаблона, его, ну, обработать, да, построить его модель, а дальше уже по возможности, ну, инжектить там какие-то изменения непосредственно вот в эту модель. Да, насколько мне известно, он прям выдирает кусок, делает из него, собственно, внутри дом структуру и шаблонизирует ее прям на живую, так скажем. Вот, а потом вставляет назад и следит за ней, ну, точнее, связывается с ней данные. Например, если мы сделаем ng-repeat, вот, и начнем передвигать объекты в модели внутри, то он начнет передвигать между собой дом-элементы, местами менять. То есть он их не перерендеривает, он их именно меняет местами. Вот, это имеет свои исключения в определенных случаях, когда мы, допустим, добавляем или прибавляем, там есть свои нюансы. Но в целом, когда мы именно перемещаем, то Angular работает довольно эффективно. Вот, хотя в любом случае есть проблема того, что Angular в первый раз все рендерит, ну, как бы долго. Вот, но мне кажется, проблема тормознутости Angular немного преувеличена, потому что один раз я создал, я занимаюсь стартапом, ну, там, в сфере тревела одним, вот, как раз фронт-энд-частью занимаюсь. И там очень-очень массивная структура была на одном из шагов, который Angular обрабатывалось. Там очень много данных было, там очень-очень сложный шаблон пришлось делать. Ну, у меня не было времени все это прям проектировать суперсложно, поэтому я налепил как можно по-быстрому. Вот, и даже в этом случае, то есть без особого продумывания оптимального пути, штука, которая, по идее, должна была вообще на Angular вообще не шевелиться, так скажем. Она прекрасно работала даже на iPhone. Ну, конечно, небольшие тормоза были, но если сравнивать с тем, какие массивы данных там обрабатываются, и насколько там вообще куча условий для отрисовки просто. Каждый раз, когда я там что-то нажимаю, какие-то варианты показать, оно там прогоняет кучу различных фильтров, собирает коллекции определенные. То есть все это как бы на живых данных работает, фильтруется прям на живую, без всяких кэшов и тому подобное. И все это настолько быстро работало, без оптимизации. Вот, меня это даже поразило. И люди даже, которые неразбирающиеся, когда это видели, говорили, что очень быстро работает, хотя они даже, ну, то есть они видят, что информации много, да, и все так легко переключается. Другой сайт бы заставил их ждать, там, подгружать данные, еще что-нибудь. А тут все на живую, все эти данные фильтруются и выводятся в красивом интерфейсе. Понятно. Здорово. Слушай, а вот еще по поводу, так сказать, за и против, там, строка у шаблонизаторов и дом. Вот такой момент. Смотри, ну, самая большая часть, в любом случае, она уходит, там, на первичный рендеринг и обработку. Ну, шаблона, когда первый раз его, там, фреймворк видит. Ну, обычно-то, как бы, приложения, там, они первичные отдаются, ну, в каких-то случаях, может, конечно, это не так, безусловно, но бэкэндом, то есть уже отрендеренной, ну, нормальной модель, как мне кажется. Вот ты первый раз заходишь на сайт, да, там, неважно, куда-то, тебе первый раз бэкэнд отдал уже HTML-ку, которая шаблон, но отрендеренный на бэкэнде. А потом уже накинал тебе JavaScript-а, ты, там, спокойно, уже пользователь что-то видит. Ему, там, плюс-минус эти, там, даже если секунда на то, чтобы он, там, в башке своей построил JavaScript все модели, все шаблоны 5-10, он уже видит информацию, пока он ее смотрит, у него все подготовилось, и дальше уже идет нормальная работа. Вот насколько ты считаешь, вот, действительно, она так важна, вот эта разница большая между, ну, в скорости рендеринг. То есть всегда вот очень на всех конференциях, везде там, да, такой шум, что вот именно шаблонизаторы, вот только шаблонизаторы. Но помимо шаблонизаторов есть еще, там, модель, есть еще бизнес-логика, которая, если там, извините, руки не из плеч растут, тоже может тормозить существенно сильнее. Вот какую долю, так сказать, насколько важно, ты считаешь, именно, вот, долю шаблонизаторов во всей цепочке работы приложения веб, в том числе, так сказать, и в связке с бэкэндом для начальной отрисовки? Вообще, как мне кажется, вся эта путаница отчасти возникла от того, что раньше, ну, буквально вот несколько лет назад, домшаблонизаторы были очень медленные. Вот, если взять какой-нибудь, ну, даже E8, да, я не говорю там уже о более старых версиях, то скорость, которая, оно, ну, там, оно могло в тысячу раз быть медленнее, нежели просто innerHTML запихнуть. И предоставить это все остальное решать самому. Да, самому браузеру. Вот, то есть, эта часть, она оптимизирована. Браузер умеет очень быстро схватывать кусок, ну, строку и преобразовывать ее в дом-структуру. Он это умеет делать. А вот, когда ты пытаешься ему эту дом-структуру вживить, вот, то, по сути, каждое твое действие приводит к тому, что он что-то там, ну, перерисовывает внутри себя, структуру перерасчитывает, структуру всю. Вот, и меня даже, когда я делал шаблонизатор, я пользовался тем, что я строил структуру в памяти, а потом их вставлял. Это давало увеличение производительности где-то раз в 10, наверное. Вот, но это все равно было довольно медленно. А потом браузеры стали развиваться, и эту часть очень сильно-сильно оптимизировали. Вот. Она сейчас настолько оптимизирована, что, честно говоря, она уже сравнима с манипуляциями над объектами по времени. Вот. То есть это сложная структура домовская, но она очень быстро работает. И сейчас дом шаблонизатора имеет смысл в современных браузерах более чем. Страницы отрисовываются очень быстро. Даже ангуляровские страницы, они отрисовываются практически мгновенно. То есть моменты, когда вся страница белая, практически невозможно заметить. Там очень маленькие. Вот. То есть, ну да, естественно, видно, когда мы релот нажимаем, страница мигает. Если бы она полностью отдавалась HTML, ну всякие там Firefox 100% они бы показали так, как будто не было никакого обновления. То есть очень мягко переход сделали бы. Вот. Поэтому в современных браузерах, даже на iPhone'ах, на iPad'ах, все очень быстро рендерится. На андроидах, ну там, где стоит Chrome, тоже все очень-очень быстро отрендеривается. Вот. Если нужно учитывать старые браузеры, то да, нужно все-таки стараться, наверное, стринг-шаблонизаторы использовать. Строки выплевываются. Или с сервера лучше вообще отдавать начальный результат. Вот. Ну, в принципе, Angular не противоречит тому, чтобы сразу что-то отдать, а потом навесить какие-то действия. Вот. Angular может и так работать, в принципе. То есть мы вначале отрисовали всю структуру на сервере, и Angular'у сказали, что здесь вот такой вот директива с такой-то логикой, здесь вот такой контроллер этим всем руководит. И там Angular уже дальше работает по своему найти. Это немного сложнее, наверное, будет сделать, но тоже возможно. Вот. Ну и множество других фреймворков, в принципе, точно так же работают. Там всякие бэкбоны, там это все проще намного даже будет. Ну, я вот, да, как раз-таки в бэкбоне тоже там в одном своем проектике с марионеткой его, конечно, юзывал. И, собственно, тоже у меня первоначальный шаблон отдается бэкэндам, ну, отрендеренный уже. Более того, я там, у меня в бэкэнде Symfony, и я Twig. Ну, в Symfony Twig это как бы родной шаблонизатор. А есть Twig.js, это, собственно, порт Twig на JavaScript написанный. Вот. Я их даже все так дружно подружил, поэтому вот тоже, знаешь, такая радость такая, что, ну, почти счастье, когда у тебя, в общем-то, один шаблон, он и бэкэндом рендерится, и фронтэндом рендерится, и все так с собой дружит. Ну, тоже, конечно, без нюансов, что называется, там не обойтись, но тем не менее. И тоже при первоначальном загрузке, соответственно, ты attach view, что там такая, да, когда ты к существующему HTML прицепляешься, а можно, конечно, отдельно, пожалуйста, так сказать, стандартными способами. Я еще, кстати, вспомнил, самое важное, это дом-шаблонизаторы, ну, вот, большая проблема, связанная с тем, вообще даже не с дом-шаблонизаторами, а рендером с помощью JavaScript, да, каким бы то ни было, в том, что сайты не индексируются поисковиками. Вот, вот, да, кстати, вопрос хороший. Вот, сейчас вышло интересное средство, это пререндер называется, вот, это такой сервис одновременно, и, собственно, утилита сама по себе, вот, она позволяет, собственно, делать пререндер, вот, работает примерно следующим образом. Есть соглашение гугловское, про escape fragment называется, вот, и ты говоришь каждой странице, что это на самом деле, ну, escape fragment, вставляешь мета-заголовок такой, именно мета, то есть, можно не заголовок писать в этот, в хидер, а прям мета-тег пишешь. И, когда поисковик заходит на этот сайт, не только гугл, это соглашение многие используют, даже, по-моему, Яндекс, когда поисковик заходит на этот сайт, он говорит, ага, это, типа, escape fragment, и он делает запрос на этот же сервер, но добавляет к нему, собственно, вот этот знак вопроса и escape fragment, вот. Вот, и у тебя стоит, ну, я экспресс использую, там стоит прослойка, которая, когда находит этот флаг, она вместо того, чтобы отдать обычную страницу, она выдает ее, ну, либо из кэша, если в кэша нет, то она просто, типа, открывает такой фантом.js, грубо говоря. Ну, понятно, строит полностью уже, как бы, отрендеренный вариант. Да, страницу, да, ждет, пока она догрузится, делает снапшот и отправляет вот этот снапшот уже тому, кто запросил. Это немного плохо, потому что получается, что поисковик получает задержка небольшой, но, насколько мне известно, поисковики, они умно делают, они, то есть, они знают, что такие фрагменты могут немного медленнее приходить, ну, медленность влияет, собственно, на рейтинг. Ну, да, конечно. Поэтому они, по-моему, его не учитывают, они учитывают загрузку только основной страницы, вот, а эскейп-фрагмент, по-моему, они либо учитывают, но меньше, вот, поэтому, в принципе, это довольно безопасно. Я эту технику использовал, единственное, что у меня не получилось эту библиотеку как стендалон использовать, она не работала, но она работала как-то через раз, я так и не смог понять, в чем проблема, поэтому я зарегистрировался на сервисе, там, в принципе, до 100 страниц, что ли, бесплатно, вот, в принципе, я это для блога использовал, у меня вряд ли 100 статей будет в ближайшем будущем. Ну, ну, понятно. Вот, поэтому я решил попробовать, посмотреть, интересная вообще штука. Ну, можно самому такую штуку написать, в принципе. Ну, в общем, да, я думаю, что, знаешь, не ровно сейчас кто-нибудь напишет. Ну, приятно, что появились готовые решения. Слушай, ну, про программирование поговорили, здорово, интересно. Вот, хотелось еще поговорить с тобой на тему конференции, да, ты вот играешься организатором, просто интересно, как ты к этому пришла, чем тебе это интересно, как все? Ну, вот, участвовал в Moscow Jazz я примерно с четвертого, я, честно говоря, не помню, по-моему, я прям сразу пришел с докладом, может быть, нет, вот, где-то три доклада делал, я точно помню, но в какие именно, не знаю. Собственно говоря, Moscow Jazz основал Олег Подсечин, после к нему эстафету принял Евгений Кубишин, извиняюсь, не помню, я ему немного, ну, он спрашивал помощи по поводу того, что кто хочет помочь в организации, вот, ну, так как я все равно хожу на каждый Moscow Jazz, я решил помочь. Вот, мне даже посчастливилось какой-то провести, по-моему, восьмой Moscow Jazz, хотя, собственно, организацией я не занимался, вот, потом все люди отвалились, и очень долго у нас не было ни одного Moscow Jazz, вот, и все-таки я собрался силами, поднял сайт, и мне, со мной связались из Dream Industries и предложили, как бы, помещение, я понял, что вот он шанс, вот, сходил, съездил в Dream Industries, пообщался, обо всем договорились, собственно говоря, я сделал через Google Docs подписку, ну, принятие заявок для докладчиков, для участников, вот, потом ближе к мероприятию это все собрал, вот, и, собственно говоря, ну, передал список просто, ну, ничего сложного, в принципе. Не, ну, понятно, что, так сказать, ничего сложного, просто некая такая рутинная, даже в некотором случае вот нудная работа, которая требует и времени, и внимания, вот, как, какой профит, какой для тебя лично, какой, что ты от этого получаешь сам, то есть, достижение каких-то внутренних целей, или желание, там, чего-то донести, вот, как, что движет тобою? По первому времени мне было интересно просто научиться проводить мероприятия, рассказывать доклады, вот, может, помогать другим людям этим заниматься, вообще, ну, интересно вообще в таких мероприятиях участвовать, много интересных людей, на самом деле, приходит, вот, вот, раньше у нас доклады очень много времени отъедали, сейчас мы перешли к плану маленьких докладов, но при этом оставлять больше времени для беседы, вот, и если раньше все разработчики, практически все разработчики разбегались, как только заканчивались доклады, несмотря на еду или еще что-нибудь, вот, вот, то теперь все интересно, очень много людей, больше половины, по-моему, людей после докладов остается, все знакомятся, обсуждают, по-моему, это вообще супер классно. А по поводу отнимания времени, ну, на самом деле, наибольшее количество времени отнимает сайт, если им заниматься, вот, по этой простой причине у нас он до сих пор в таком зачаточном состоянии, очень хочется его доработать, но это все-таки много времени может есть, если этим действительно сидеть и заниматься, потому что планы были очень большие, и вакансии размещать на сайте, и хороший архив там иметь, и фотографии можно даже выкладывать, ну, планов было очень много, но когда этим заниматься, очень сложно решить, вот. Ну, я думаю, что не страшно, еще все впереди, тем более сайт, ну, да, конечно, штука хорошая, но это всего лишь дополнение к непосредственно самим встречам, самому живому вот этому общению, вот, все-таки это самое главное. Забыл совсем сказать, что сейчас главным организатором Андрей Соломатин является, вот, а я просто помощник, консультант, вот. Хотя, вот, последний Moscow Jazz мне пришлось вести, потому что Андрей уезжал и не смог просто присутствовать, хотя организовал все он, за что ему спасибо большое. Понятно. Ну, а ты в каких-то еще других вот конференциях участвуешь? На Дивконф, кстати говоря, не собираешься? Дивконф, насколько я знаю, он платный. Меня туда постоянно приглашали докладчиком, вот, я отказывался, вот, и, судя по комментариям разработчиков, как бы, ну, вообще, это не очень хорошая конференция, вот. Я не знаю, правда это или не правда, но вот сколько я читал, никакого позитива... Не было на Дивконф, да, не надо? Да, сам я не ходил, мне как-то жалко было и времени, и денег, хотя мне это бесплатно предлагали туда прийти, но я, честно говоря, не помню, почти что-то не сложилось, вот. А потом как-то желание пропало. Вот, я хожу активно на Яндексовские конференции, какие застаю. Ну, такие в офисе, которые такие сабантуйчики, да, там, по разным тематикам. Ну, да. Ну, и Яндексовские конференции, само собой. Вот, пару раз был в Гугле, просто в сходке разработчиков, это не связано напрямую с фронтендом, вот, хотя разок и было, вот. Ну, ты имеешь в виду не Google Developer Day, а что-то другое? Не-не-не-не-не-не, это, я, честно говоря, забыл, как это называется, есть группа просто в Google Groups, вот, разработчиков, и вот там иногда приглашения различные публиковали, и можно было сходить, вообще-то, ну, там довольно интересно было. Я сейчас сходу, честно говоря, не помню, какие там темы рассказывали, какие-то свои продукты, тяжело вспомнить. Последний раз был, по-моему, года два назад, там, если не больше. Вот, почему-то перестали туда приглашать, вот. А может, я просто пропускаю. Может быть, ты отписался от Google Groups? Нет, туда просто сейчас никто не пишет, все очень, это, грустно стало. Понятно. Ясно, слушай, ну, что, по-моему, очень здорово пообщались, даже почти целый час, вот. Было очень интересно, любопытно, вот, и так здорово, приятно пообщаться. Спасибо, что пришел. Так что, будет желание, приходи еще, будет очень, я думаю, темы для обсуждения мы всегда найдем, вот. Ну что ж, предлагаю на этом заканчивать, так что спасибо всем, кто нас слушал. Счастливо, до связи.